Творения, приписываемые святому Яну Затаусту и в патрологии Мини, отнесенные к разряду Стурио. Святого отца нашего Яна Затауста, архиписопа Константинопольского. Страница 863, том 9. Слово увещательное о покаянии, в котором напоминается и подвергается порицанию все людские пороки. Слово первое. Хорошо и в высшей степени хорошо непрестанно памятовать о Боге. Да и может ли что быть лучше этого? В самом деле, воспоминание о судах его доставляет утешение по слову пророка. Помянул судьбы твои от века, Господи, и утешился. А каким утешением и радостью может наслаждаться человек, памятящий непрестанно о Боге? Как снова говорит тот же пророк, вспоминал Бога и возвеселился. Псалом 764. Вкусивший же радости этого воспоминания, уже не допускает памятования о чем ином, как только о Боге говоря. «Господи, вспоминай правду Твою, единственно Твою, и опять вспоминай имя Твое во всяком роде и роде». И в другом месте снова говорит вообще. «Вспомянул и обратился к Господу, обратитесь все концы земли». Видишь ли, какую пользу доставляет памятование о Боге, какую силу имеет оно, привлекая к себе даже и концы земли. Оно не только освободило людей от идола служения, но уничтожило окончательную самую память о нем. Ведь исполненные памятованием о Боге, просвещенной и познавшей истинного Бога, говорят о пустых идолах, не помянуя именных устами моими. Видишь ли силу памятования о Боге? Видишь ли благое изменение? Замечаешь ли славное переселение? По истине, сие изменение десницы Вышнего, именно пришествие Христова, который пребывает одеснуя Отца, через которого произошло все. Итак, в справедливом начале слова я сказал, что лучшее из всех благ есть памятование о Боге. Испытав таковое памятование и постигнув пользу Его, пророк, как бы забыв о всех удовольствиях и радостях, даже и до вкушения пищи, говорит, «Господи, вспомяну правду Твою, единственно Твою, и не забуду оправданий Твоих». Так же и апостол Павел, постигший и вкусив пользу этого памятования, говорил Тимофею не только ему, но и всякому человеку, «Вспоминая Иисуса Христа, восставшего из мертвых, и подобно тому, как человек, скрывший сокровище в каком-либо месте, каждый час днем и ночью всеми силами и помыслами пребывает с ним, и как человек, связанный железными оковами, остается на одном месте и не может отступить от него ни на шаг, как говорит Господь, где сокровище, там и сердце ваше. Точно так же и тот, кто сильно желает славного пришествия небесного жениха, побуждаемый божественной любовью и неутомимым желанием, непрестанно вспоминает только о нем одном, восклицая непрестанно со святым псалмопевцем Давидом, вспоминал Бога и возвеселился. Это заповедал нам и Господь, сказав, «Сие творите в мое воспоминание». Видите ли, как Господь желает, чтобы мы памятовали о нем, и так будем всегда помнить, христолюбцы, о Боге, и не забывать его, чтобы и к нам Дух Святой не обратился со словами упрека, «Бога, родившего тебя оставил ты, и забыл Бога тебя, питающего», в Старозаконе 32, 18. «Но не пристанем помнить о нем и неустанно взывать к нему, чтобы он и сам вспомнил о нас. Вспомни нас, Господи, когда придешь во Царствие Твое». Но как прекрасно памятование о Боге, вследствие доставляемой им неистощимой радости, так равным образом приносит великую пользу и выгоду и воспоминания не только о радостях и веселье, но также и о печалях и несчастьях, так как оно в последнем случае делает человека лучшим и заставляет его быть более ревностным. «О каких печалях скажешь ты? Мне кажется, они небезызвестны тебе. А ты хочешь узнать о них теперь? Из числа многих послушай, хотя о нескольких. Вспомните жаробные слова, с которыми обращался к странолюбивому патриарху Аврааму, претерпевающий мучения богач, который вследствие своего жестокосердия не был в состоянии перейти в ту ужасную пропасть, которую ему ископала эта жестокосердия. Равным образом вспомни о тех пяти неразумных девах, которые за немилосердие свои не были впущены женихом в чертог брачный. Вспомни далее поношение, стыд и посрамление тех, которые будут поставлены по левую сторону. И, наконец, этот ужасный приговор. «Идите от меня, проклятые в огонь вечный!» Особенно же подумай о том, кто, связанный по рукам и ногам, был исторгнут из блестящего царского брачного пира с великим позором и был вержен в ту страшную и ужасную местность, где плач и скрежет зубов, одно только слышание которого причиняет мучения. Итак, воспоминания подобного рода примеров, как мы сказали раньше, приносят немалую пользу душе. Потому что воспоминания о Боге, как сказано, доставляют веселье воспоминающему и влечет его к небесному памятованию же о событиях печальных, возбуждая страх в человеке и производя сокрушение сердечное. Делайте его бдительным и ревностным. Кто, в самом деле, вспоминая невозвратную утрату Царства Небесного, не бывает мучим, угрызениями совести, не скорбит и не сокрушается сердцем своим? Кто не орошает слезами постель свою, грудь и все тело, помышляя о столь великой потере, которая совершенно лишает всякого утешения? Ведь всякая ошибка или несчастье, какое случается прежде смерти человека, может быть исправлено и получить облегчение. Каждый до тех пор, пока он пребывает среди людей, находит место, вместо утраченного, что-нибудь другое и облегчает свой скорбь. Между тем, как это несчастье, постигающее человека по смерти, причиняет неутешный скорбь, потому что уже невозможно возвратить утраченного, и сколько бы человек ни сокрушался, сколько бы ни воздыхал, ни скорбел, ни обливался слезами, и как бы ни взывал громко, все оставляется без внимания. Потому что взывает к нам все Священное Писание, потому с великим тщанием установлены для нас законы, потому состязание, потому моление и прошение, потому плач и бдение, потому лежание ниц, истощение телесное, сухоедение, отречение, девство, нищета духовная, службы, милостыни, удаление от мира, потому терпение в несчастьях, перенесение обид, вражды, гонений, заушений и оплеваний, и всевозможных испытаний, в подражание Господу, Стефану и прочим святым, чтобы нам в день суда не удалиться совершенно от цели наших стремлений, несмотря на то, что мы имеем заповеди Господа нашего, ограждающие нас более, чем всякий город и крепость. Какие заповеди? Я с вами. Не оставлю вас сиротами. Не бойтесь убивающих тела. Сохраняйте главу. Я есмь глава всякому мужу. Сохраняйте главу. Не забывайте Господа Бога. Имеющие искупление душ ваших в теле и крови, сие творите в Мое воспоминание. И во спасение ваше. Видишь ли, как Господь повелевает не забывать о Нем и убеждает, как уже сказано, непрестанно памятовать о Нем. Вот почему я и обращаюсь к каждому человеку с теми же словами, с какими обращался и Павел к Тимофею. Сын Тимофей, всегда вспоминай, не забывай Бога, питающего тебя, и не забывай всех воздаяния Его. В особенности же часто вспоминай о тех ужасных словах судьи, которые он произнес без всякого снисхождения, обращаясь к стоящим по левую сторону, а также и те, которые были сказаны пяти неразумным девам, или те, которые он изрек устами патриарха Авраама, немилосердному богачу. Кроме того, и слова сказаны тому корыстолюбимому богачу, который безмерно расширял житницы свои. Разве ты не знаешь, какой приговор произнес он тому и другому? Разве не вспоминаешь о тех суровых словах? Разве и на короткое время не удерживаешь в сердце своем ничего из прочтенных божественных слов? 866. Если ты не знаешь их, то скажи, зачем же ты являешься в церковь? Не для того ли ты стремишься сюда, чтобы услышать божественные слова и получить пользу себе? Если действительно ты приходишь сюда с этой целью, то усердие твое похвально, и на тебе исполнятся слова Господни. «Овцы мои слушают голоса моего». А я знаю, что многие собираются сюда не ради Бога и не для того, чтобы слушать священные слова Его. Вот я вижу, как одни дремлют, другие оборачиваются в разные стороны, третьи разговаривают с друзьями. Сам Господь наш милосердно обращается к нам со словами «Вы друзья мои». А мы, позабыв, что Он говорит, предпочитаем Ему своих друзей. Я вижу, как другие непристойно шумят и осмеливаются делать это в то самое время, когда Бог говорит с нами. О, какая величайшая дерзость! Какое непростительное бесстыдство! Какое ужасное безумие! Когда царь, сходный с нами по своим склонностям, говорит к народу, все подобно бездушным столбам остаются безмолвными, до тех пор, пока он не перестанет говорить. И не только в таких случаях, но даже и тогда, когда читаются народу царские письмена, слушателям изменяется в обязанность сохранять в это время великую тишину, так, чтобы казалось, будто там нет еще никого, кроме одного только читающего письмена царские. А здесь пророки, апостолы, патриархи, которые выше всех царей, возвещают волю Божию, научают, как угождать Ему и каким образом возможно для нас перейти трудное море житейское. И мы, несмотря на это, считаем слова их пустою болтовнею. И даже более того, упорно занимаясь пустыми речами, считаем это отдыхом. Неужели этим воздается почтение Господу, который сказал беседующим с Ним святым, «Вы свет миру!» Но что я говорю о служителях и рабах? Сам Господь всяческих и царь славы, которого трепещет вся тварь и хвалит всякое дыхание, говорит с нами через святые Евангелия, увещевает нас, устрашает, ободряет, призывает к себе и дарует нам свое необъятное и некленное царство. А мы так слушаем Его, как будто бы к нам обращался с назойливой речью какой-либо незначительный человек или бедняк, и не оказываем ему даже такого внимания, с каким относимся к своему другу. Поистине. Сыны человеческие суета, и поистине благовременно сказать им, когда вы будете умны невежды, совершенно подходят к ним и слова другого пророческого псалма, исчезают в суете дни их. Так как и отверши ангельскую песнь и божественные слова, и считая их глупой болтовней, они с любовью занимаются празднословием и предаются сну. Но сон этих людей не есть обычный сон, а леность, тяжкий сон души, потеря чувствительности, слепота сердечная, расхищающая сокровища Духа Божия. Поэтому пророк молит Господа, говоря, да просветятся очи мои, чтобы не уснуть мне в смерть. Поэтому и Соломон с укоризной сказал, когда ты встанешь от сна, 3.6.9, они-то и услышат слово, «Что ты здесь стоишь весь день, и даже всю жизнь праздны?» Матфея 26. Люди, подобные им, на собраниях остаются уединенными, их праздники не бывают торжественны, в молитвах неблагословенны, не вспоминаются святыми, недостойны мира, который преподается им, не расположены к церкви, недостойны общения, и на смертном модре бывает тревожны, боязливы, печальны и преданы мрачному отчаянию. О них-то предсказал пророк в словах, «В тот день погибнут все помышления их» 8.6.7. Видишь, какой вред причиняет леность? Она и жестокий сон, узилище душ, собеседница, сожительница и наставница изнеженных. Поэтому и Павел называет некоторых за чрезмерную леность и изнеженность женщинами, и не просто женщинами, но женщинами, утопающими во грехах. Так как у таких женщин есть обыкновение проводить вместе время, вместе сидеть и болтать непристойное, их не пасет Бог. Они не предложили Богу, не представляют Бога перед собою, всегда учащихся и никогда не могущих прийти в разум истины. Кто же всем сердцем своим любит Бога и имеет непрестанное памятное о нем? Тот, когда услышит вестника, призывающего к той страшной и животворящей божественной трапезе, поспешно встает и помышляет прежде всего о том, не имеет ли он чего-нибудь против другого или другой не имеет ли чего против него самого. И тогда, устранивши это препятствие ко спасению и освободившись от столь тяжких ус, спешит к слушанию божественных словес, подобно тому, как олень к потокам воды, и таким образом стремясь с верой и любовью достигает божественного духовного пристанища. И припоясавшись, сокрушенные душою, оставив все земные заботы, приготовляется к слушанию ангельского пения. Так святой псалмопевец Давыд взывает, придите и увидите дела Божии, придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас и веселью, жертве правды и возношению, придите, видите тельца, упитанного на жертвеннике, агнца Божия заколаемого, но не умирающего, возвеличите Господа и вознесем имя Его вместе, вкусите и увидите, как благ Господь. Затем Исаия, ласточка церковная, громогласно восклицает, как овца введен на заклание, возвеселитесь с небеса и дорадуется земля, ибо помиловал Бог народ свой. Приди, народ мой, послушай, что повелевает Господь устами моими. Скажите, братья, ненавидящим вас и гнушающимся, да прославится имя Господне. Наконец, преемник Исаии Павел, лира Духа Святого, красота церковная, обиталище Христа, с высокого обвона, громогласно и зерновением возглашает, Пасха наша Христос заклан за нас. И Он сделался для нас премудростью от Бога, правдой, освящением и избавлением, 1 Коринфянам 1.30, да испытывает себя человек и таким образом ест от хлеба сего и от чаши сей до пиет. Что же значит искушает себя? Это значит, пусть Он размышляет о написанном, испытывает себя, чтобы не явиться неприготовленным к восприятию тела и крови Господней, чтобы приготовиться так, как Симеон, как Анна пророчица и как Иосиф, с посчиницей чистой. Если ты так приготовил себя, то смело, с верою и со страхом приступай, громко взывая, Ты, Христос, Сын Бога Живого, и ты не будешь осужден, так как позаботился стать достойным. Идущий же и пьющий недостойно ест и пьет себе в осуждение. Смотрите, братья, пусть никто не воздает злом за зло, солнце да не зайдет во гневе вашем. Итак, смотрите, как ходите, видишь ли, какие блага и какую радость получает человек, любящий Бога и ради Него являющийся на собрании. Послушай еще, что говорит Иоанн? Дети, последнее время и Антихрист идет, и ныне много уже Антихристов, но не всякому духу верьте, потому что много обольстителей появилось в мире. Затем брат Божий Яков, явившись среди нас, говорит, «Всякую радость имейте, братья мои, в искушение впадая. Блажен муж, который претерпевает искушение». Вслед за ним восходит великий Петр и восклицает «Возлюбленный, близок всему конец, будьте бдительны и бодрствуйте в молитвах, отложите всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякую клевету, и как новорожденные младенца возлюбите чистое словесное молоко». Далее за чтением следует небесная беседа ангелов, прославление Бога, пение горних сил, как то видел и записал блаженный Иоанн в словах. «Я слышал голоса горних сил, как бы голоса многочисленных народов и как бы голоса громов сильных говорящих «Аллилуйя!» Апокалипсис 19.6. Наконец, после того, как будет все предвозвещено, и перестанут предвозвестники и служители провозглашать и объявлять восшествие Господа на Амвон, в то время, как священники сидят и служители пребывают в молчании при наступлении часа, когда явится на горном месте беспредельный владыка и Господь славы, а народ приготовится к внимательному слушанию божественных и животворящих слов и по собственному побуждению приблизиться к Амвону в наступившей великой тишине, когда уже непозволительно ради чрезмерной славы являющегося сидеть ни первосвященнику, ни священнику, ни царю, тогда исполняющее служение ангельское восклицается властью, обращаясь ко всем и великим, и малым, встанем все и выслушаем, что говорит Господь Бог, встанем и выслушаем, что повелевает и желает царь царей, встанем и выслушаем слово и заповеди жизни вечной, потому что заповеди его есть жизнь вечная. Что же означает это встанем? Знаю, что многие разумеют здесь только простое вставание с сидалищ. Я же усматриваю в этом слове более широкое и глубокое значение и полагаю, что оно означает не только восстание с сидалища, но имеет и более таинственный смысл. Оно значит, будем твердо стоять в вере, будем правы сердцем, правы в помышлениях, в любви, в исповедании, внимательны ко всем заповедям Господним, будем стремиться к небесному. Как существа, одаренные разумом, мудрствуйте о горнем и не устремляйте взоры своих в земле подобно бессловесным животным. Затем, когда все поднимутся и станут со страхом, послушайте, что будет повествовать нам Господь в Писании, как предвозвестил пророк Давид, что повелит, что заповедует, что пожелает страшный в советах, тогда воздвигается там многоценная жемчужина чаяния народов, светильник мира, милость излившаяся из уст Спасителя нашего Бога, облегчение страждущих, освобождение связанных, искупление грешников, восстановление падших, исцеление болящих, надежда отчаянных, подкрепление изнуренных, радость кающихся, убежище гонимых, освобождение из рабства плененных, сеть не умерщляющая, но оживотворяющая тех, кто потопает в соленом море мира. Источник воды, основания вселенной, четыре реки, истекающие из рая, то есть из божественных уст Христа. И после того, как раскрыто будет божественное священное и непорочное Евангелие, снова со страхом возглашают земные ангелы, то есть священники, обращаясь к народу, вон мем будем внимательны, то есть здесь пусть сосредоточится мысль каждого, сюда пусть обратятся сердца всех, пусть никто не будет рассеян, никто не озирается по сторонам, никто не шепчет. Будем внимательны, потому что говорящий Бог. Будем внимательны, потому что царь неба и земли и всей твари беседует с нами. Будем внимательны, пастор великий разделяет душам пищу жизни. Будем внимательны, так как смерть, поправший, победивший мир, обещает нам, недостойным, безмерную радость и бесконечное царство. О, человеколюбие беспредельное, о, благость неизреченная, сам непостижимый и невместимый, творец и Господь всяческих, которого трепещут небеса, земля и море, перед которым преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних, беседует с нами недостойными ни через ангела, ни через Серафима или какого-либо иного служителя, но непосредственно сам, исполняя предсказания Исаии пророка, сказавшего, ни посланник, ни ангел, но сам Господь придет и спасет нас. Исаия 35, 4, подобным образом и Давид предвозвестил это, сказав, что сам Господь повесь в Писании людей, салом 86, 6, поэтому сам святый апостол обращаясь к нам со словом упрека и писал, всего ради подобает вам внимать, ради того, что говорит Господь. В самом деле, если слово, изреченное ангелом оказалось непреложным и всякое преступление непослушание получило должное возмездие, то как избежим этого возмездия мы, пренебрегшие столь великим спасением, которое, будучи сначала проповеданно самим Господом, было затем подтверждено над теми, которые сами слышали его, потому мы должны быть особенно внимательны. Почему же, скажи, Павел, потому что Господь ангелов и всякого дыхания говорит нам не через ангела и непосредством каких-либо иных сил, как говорил древнему, но сам, подобно какому-нибудь бедняку, повествует и возвещает нам повеление Отца. Кто не ужаснется, кто не придет в изумление перед этим, кто не будет поражен столь великой жалостью и с нисхождением человека-любца, 870. Неужели этими словами мы не убедим вас, чтобы, по крайней мере, некоторые из многих были более внимательны к словам говорящего Господа? Я верю, что многие среди вас с великим слушают вниманием, не развлекаясь ничем. Они услышат слова Господа, говорящего Отцу своему, сии веровали, что ты послал меня, отче, соблюди их во имя твое. Не уверовавшие же услышат слово, вы не исчисла овец моих, потому что овцы мои слушают моего голоса. Неужели вы не устрашились, слыша эти слова? Да коли вы будете столь бесчувственны, да коли будете младенцы по уму, да коли не будете внимать говорящему и стоять, горе имея сердца, как подобает христианам, а не превращая церковь стоило, сходбище и кабак. Смотрите, как бы на вас не исполнилось ужасные слова, сказанные апостолом, и как они не заботились иметь Бога в разуме, кто предал их нечистоте. Мы же, оставивши тех, которые погубили душу свою, о ком сказал Соломон от лица Господа, звал и не слушали, простирал словеса и не внимали. Притча Боженному и приблизившись к Амвону, послушаем, что говорит среди нас Господь Бог, великий Евангелист, возвещающий нам на земле небесное повеление Отца. Ясно же, что как Бог мира, Он преподав мир народу своему, Он призывает к себе обремененных как благие, поддерживает их как справедливый царь, называет блаженными плачущих в покаянии и несчастными тех, кто живет лицемерно, почитает блаженными бдительных и называет несчастными беспечных, будучи сам сострадателен, прославляет сострадательных и как милосердный ублажает милостивых, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, будучи же совершенно чужд немилосердия и жестокости и непричасти к злобе, Он совершенно отвергает от себя немилосердие и отвращается от жестокосердных, немилостивых, скупых и обращается к ним с речью то сам непосредственно, то через патриарха Авраама и через других святых. Он обвиняет и укоряет тех, которые будут поставлены по левую сторону за то, что они, имея возможность творить дело милосердия, не были милостивы. Судья требует дел милосердия не от бедных, которые и сами нуждаются в чужой помощи, а от тех, которые в изобилии, получив дары Божии и забыв о даровавшем, хвалятся, как будто они не получили. Их-то Он укоряет и обвиняет, говоря, безумные и безжалостные. Не я ли дал вам все, что вы имеете, что вы принесли в мир? Не нагими ли вы родились и снова нагими уйдете отсюда? Или вы не слыхали слово посол? Ничего мы не принесли в мир, ясно, что ничего и не вынесем. Подумай, безумец, ведь ты ничего не имеешь собственного, кроме произволения или благого, как повелел Бог, или жестокого, как пожелал ты. Серебро или золото мои, Агея 2.9. Небо престол мой и земля подножия ног моих. Концы земли в руке моей все подчинено мне. Небо и все воинство ангелов, земля, море и вся тварь и всякое дыхание принадлежат мне. Повинуются, покоряются и служат. Только ты один жестокосердый оказался чужд моего человеколюбия. Скажи мне, безумец, кто распростер землю, кто умножил растения, кто дает семенам произрастания, кто посылает дождь на землю во время молодьбы и необходимый ветер веющему, кто укоротил громадных быков и заставил их пахать землю, молотить ногу мне, тащить повозки. Не дал ли я все это в изобилии одинаково как достойным, так и вам, желаю иметь в лице вас управителей своих и распорядителей моих даров, для того, чтобы в трудное время и во дни голода вы уделили и мне, но я алкал, и вы не дали мне есть. Я дал, и я же алкал, искал своего, и вы не дали мне есть. Я не требовал чрезмерных трат, ни роскоши, ни запасов на дорогу, но только есть, ввиду настоятельной необходимости, и вы не дали мне есть. Часто, в то время, как вы роскошествовали благодаря моим дарам и шумно веселились одеты в дорогие одежды, я стоял у дверей покрытый рубищем, мучимый холодом, изнемогая от голода, не будучи в состоянии даже произнести слово от сильного голода, и вы не дали мне есть. Я не просил ни вина, ни мяса, ни секер, просил одного хлеба, и вы не дали мне есть. Какая неумолимая, какая безмерная жестокость, какое великое помрачение, как вы не вспомнили о том, кто даровал вам это изобилие, как вы не подумали о праведном Иове, который восклицал, нак я вышел из срева матери моей, нак и возвращусь. Или никогда вы не слыхали, как священник во время таинственной трапезы, взывает ко мне и, воздавая мне благодарение, говорит, твоя от твоих приносим тебе. А вы хвалитесь, как будто ничего не получили. Вы хотели бы в таком изобилии спокойно пребывать всю жизнь. пророк, изобразив в своем лице подобного рода людей, прекрасно обнаружил этот недуг, их сказав, я сказал благоденствии моем, не поколеблюсь вовек, да ты не дал хлеба, потому что не познал Бога, давшего тебе. Почему же ты, по крайней мере, не принял его в дом свой? А и это заслуживает великой награды. Почему не посетил меня, когда я был болен, а я не оставил бы без внимания и этого прихода твоего? Почему не пришел ко мне, когда я находился в темнице, и не ободрил меня словом утешения? Ты не потерял бы и здесь награды своей. Почему не одел меня, когда я был нагр и не напоил меня чашей воды, когда я жаждал? Какую великую награду получил бы ты от меня? Вы же, имея возможность сделать все это, не сделали, но суетились в умствованиях и омрачилось несмысленное сердце ваше. И вы лишили себя вечной жизни, понесли непоправимую потерю. Что же, наконец, я скажу вам? Неужели сказать придите? Но это слово не соответствует вашей жестокости, потому что слова придите благословенные были сказаны другим. Их ведь удостоились все те, которые стояли по правую сторону от меня. Они стали наследниками этой славы, они получили эту радость, милостивые и сострадательные предвосхитили это царство. Бесчеловечные не имеют наследия в вечных обителях, во дворцах моих не входит ни милосердный, ни достоин небесного чертога жестокий, не вселяется в горних обителях скупой, но только одни милостивые, одни только сострадательные, странноприимцы, воспитатели сирот, защитники вдовиц и немощных, покровители утомленных, ходатай запритесняемых, утешители удрученных, несчастьями, благодетели нуждающихся, утешители отчаивающихся, служители немощных, опора злостраждущих, утешители плачущих и малодушных, отцы для тех, которые находятся в тяжелом рабстве, усердные помощники, находящимся в беде или в нужде, союзники связанных, наставники заблудших, податели покрова нагим, поручители задолжников, и скажу кратко, щедрые податели нуждающимся и нищим, вот кто обители моего чертога и наследники вечных благ, для таковых является жилищем горний град, за таковых я молил отца моего, хочу отче, чтобы там, где я были и они, довидят славу мою, таковым я сказал и непрестанно говорю, вы друзья мои, а что скажу я вам, буду ли милосерд к вам, но я не вижу в вас плодов милосердия, окажу ли вам сострадание, но я не вижу у вас сострадательности, прощу ли вас, но ваше преступление больше того, сколько может быть прощено, вы не только не проявили сострадание ко мне, когда я просил хлеба, но отняли даже у меня и то рубище, которым я был покрыт, и обнажили меня, а хлеб, который мне дал другой милосердный человек, вырвали у меня изо рта, сколько раз я приходил к дверям твоим, видел стол, переполненный обилием ястр, множеством псов, питающихся от стола, видел возлежащих на ложах, а передо мной вы затворили двери, отвергли меня с бесчестием, и даже не бросили мне хотя бы кусок хлеба, как одному из псов, сколько раз изгоняли вы меня из-под крова, когда наступали холода, и вводили под кров ваших лошадей, не помыслив о том, что я не ради собак и лошадей был распят на кресте и пролил свою кровь. Вы имеете попечение о домашнем скоте, заботитесь о собаках и лошадях, а когда видите нищих и бедных, которые суть члены мои, погибающих от холода, голода и жажды, смеетесь над ними, проклинаете и отвращаете лицо свое от них, особенно же от тех, которые лежат пораженные проказой. Их члены ранней смерти преданы земле, тела их многими считаются мрачными и отвратительными, но души их воссияют подобно солнцу. Вы же, предаваясь роскоши и веселью, получили благо в вашей земной жизни. А теперь что я скажу вам? Или вы не слыхали, что будущее осуждение уготовано тем, которые не створили а ведь вы не только не были милостивыми, но и были совершенно безжалостны. Почему вы похитили у нищего даже и то, что он имел? Ведь тот, кто не оказывает милосердия, подвергается наказанию за то, что он не подал. Какое же наказание претерпит тот, кто отнимает и похищает чужое? Что я скажу о вашем жестокосердии? Я вижу, что ваше преступление гораздо больше того, что может быть прощено. Ваша рана не поддается никакому врачеванию. Ваше несчастье не имеет утешения, ваше бедствие непоправимо, язва неисцелима, болезнь неизлечима, ваши грехи совершенно не заслуживают прощения. Отныне уже не имеет силы раскаяния, непригодны утешения, бесполезны слезы и жалобы. Вы не вспомнили обо мне, вы не слушали апостолов, гнушались в моих священных писаний, не жалились надо мною, когда я алкал. Вы слушайте же относящиеся к вам суровые слова, которые навлекло на вас жестокосердие. Идите от меня проклятый в огонь вечный. 874 Вы видели, какой тяжелый и суровый приговор, видели несчастье, совершенно не имеющее утешения. Видели утрату, превосходящие всякие утраты. Вы слышали о страшном удалении немилосердных. Слышали, какое обиталище ожидает тех, которые не творят дел милосердия. Вы узнали, куда посылается бесчеловечный, в какую далекую страну отправляются те, которые угнетают и оскорбляют бедных. Вы хотите снова услышать, в какой покой, в какое веселье отправляются они. В огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Немилосердные, устрашитесь и облекитесь одеждой сострадания. Безжалостные, вострепещите и научитесь милосердию. Мучители, смутитесь и удержитесь от злых дел ваших. Похитители, убойтесь и не стремитесь к хищению. Помыслим все о том страшном часе, когда у нас потребует отчета. И каждый из нас пусть отвратится от пути зла. Будем подражать неневитянам, ибо им готовы, как повелел Господь. Я мог бы сказать подробно и о тех, которые оскверняют одежду свою распутством и которые со стыдом изгоняются с брачного царского пира, лишаются радости и почестей, и ввергаются во тьму внешнюю, где плач искрежет зубов. Но прежде изъясним дальнейшее относительно немилосердных, так как еще о них надлежит сказать печальное слово. Ведь и пять неразумных дев не были допущены за немилосердие свое, а не потому, что нарушили девство, так как они были девы, не за то, что они не постились, не предавались бодрствованию, не за то, что мало занимались псалмопением, не за то, что не предавались измождение и истощение тела. Все это они совершили с великим усердием, обнаружив великие труды и перенесли тяготу и зной дня, но за свое немилосердие. Оно мать всех зол, родительница ненависти, возбуждающая гнев Бога и Отца, изгоняющая Духа Святого, немилосердие, которое кроткого и тихого Христа, подателя мира, не склонного ко гневу, приводит в гнев, как написано. Тогда возглаголят к ним с гневом своим. Псалом 2.5 Тогда когда же это? Очевидно тогда, когда с великой скорбью скажет им «Идите от меня проклятые!» Видишь ли, виновницей каких благ является немилосердие? Плод его брата ненавистничества, его приобретение сребролюбие, его служение скупость. Торжество его преисполнило меру скорби Божией, его житница полна жестокости, на его торжеще всевозможное изобилие, но совершенный недостаток милосердия, сострадания и человеколюбие Божие. Обитатели его те, кто находится по левую сторону, его ученик немилосердный богач, который некогда призрел нищего лазаря, лежащего ворот его, его подруги ученицы пять неразумных дев, его сограждане продают и покупают совершенно все, кроме милосердия и любви, а потому они и услышат слова «Не знаю вас!» Его наследники услышат «Идите от меня!» Его купцы владеют всем, кроме божественного благоволения, подобно тому, как и вышеупомянутые неразумные девы исправно совершили все, соблюли девство, предавались поступ, псалмопению, бодрствованию, воздержанию, лежание на земле, сухоедению, молитвы, лишали себя омовения, понесли великие труды, пребывали в молчании, но сверх всего этого они приобрели еще ужасное и пагубное имущество, то есть Бога ненавистное немилосердие, которое сделало все вышеперечисленные добродетели и труды их бесполезными. О немилосердие, брата ненавистное и Бога ненавистное, о немилосердие, вместилище гнева Божия, о немилосердие, имеющее место пребыванием своим огонь внешний, где плач искрежет зубов. Видишь, как, по-видимому, малое приобретение уничтожает столь многочисленные и великие добродетели и заслуги. Поверьте мне, братья, страх и трепет обнимают меня, когда я размышляю о том, как один этот недуг сделал бесполезными и негодными все те добрые дела, а самих подвижников безвестными, потому что они услышали слова истины, говорю вам, не знаю вас. Что же значит эти слова? Не то, конечно, что не узнает их тот, кто знает все прежде бытия их, но то, что не ради него были все подвиги труды, а на показ людям, и не по любви к Богу. Вот почему и те, кто последовал совету немилосердия, лишились не только небесного жениха, но и бесконечного созерцания прекраснейшего рая. Там, где совершается что-либо без любви, Христос не имеет где голову преклонить. И действительно, немилосердие, получив свободу и поспешно заняв необерегаемое место, удерживает его всецело в своей власти, изгоняет любовь и сострадание, удаляет милосердие, заставляет отступить ангела мира, и, наконец, место, лишенной любви Божией милосердия, становится домом пустым и обитающим всякого греха и духа нечистого, становится землей чужой, землей забвения, где не познается Бог. Поэтому они и слышат слова «не знаю вас». О ужасное чудовище! Какие плоды виноградника истребило оно и не насытилось! Оно поглотило все множество тех, которые находились по левую сторону, став для них виновником огня вечного. Оно, найдя себе место в сердце пяти неразумных дев, сделав их своими ученицами и закрыв таким образом для них двери брачного чертога, сделало их неизвестными жениху. О, негоднейшее и ненасытимое чудовище! Скольких оно поглотило, скольких истребило, скольких убило, скольких сожгло в том огне! Но оно не трогает сострадательных и милосердных, да не будет. Милосердный торжествует, не боясь осуждения, так как совершенная любовь изгоняет страх. По непреложному же слову Господа, огонь уготован дьяволу и ангелам его. А я скажу, и ученикам его, о которых мы только что слышали, сказали, то есть тем, которые находятся по левую сторону и неразумным девам. Все они, равные те, кто поступают подобным же образом, являются его учениками. Оно же, сделав своим учеником и того богача, низвергло его вместо мучения, где он палимый огнем взывал громким голосом, я мучаюсь в пламени всем. Такими-то дарами награждает немилосердие любящих его. Оно ископало эту великую пропасть перед богачем, чтобы он не мог никогда перейти вместо облегчения и найти покой. Оно искапывает и делает эти пропасти так, как другого искусства это чудовище не знает. Горе тебе немилосердие и ученикам твоим. Горе тебе жестокость и тем, кем ты владеешь. Какая польза для тебя в том, что ты удаляешь от бога такое множество людей. Послушайте же, что отвечает немилосердие. Дело мое искапывать пропасти, запирать двери, осквернять одежды, затворять сердце, чтобы оно не знало милосердия. Прибыль для меня приобретать множество друзей и предавать их погибели. Радость моя привлекать возможно большее число учеников, чтобы не послать их в ад. Когда те, кто находится по левую сторону, посрамленные, предстали и подверглись поношению и обвинению, я торжествовала. Когда они неспосылались в огонь вечный, который я уготовила им, я возвеселилась. Когда они, рыдая, удалялись со скрежетом зубовным, низвергаемой демонами, я вместе толкала их и радовалась. И когда десять дев приготовились идти на встречу жениху, я окружала их. Но пять из них я не была в состоянии отклонить, так как вокруг себя они имели множество бедных, нищих и немощных, которые охраняли их вместе с ангелами. Я увидела та же десницу Господня, осеняющая их, и устрашилась. Зато остальных пять, которые оказались совершенно чуждыми любви Божией, я сделала своими ученицами, внушила им не покупать масло, и погасила светильники их немилосердием, а мрасила сердца их, вследствие чего они, не имея светильников, не были впущены в черток жениха. Другие же пять, будучи готовы, вошли вместе с женихом, а я заперла двери и не позволила войти тем пяти, которые стали моими. Мое дело затворять двери перед людьми и не дозволять им достигать вечной жизни. Все те, кому я внушу сделаться моими учениками и научу не покупать масло, не могут войти туда и удалиться от меня. 876 О, страшное и ужасное чудовище снова скажу я. Какое множество людей отвратило оно от пути милосердия, сделав их сынами гиенны. Послушайте, немилосердные, затворяющие сердце свое перед нуждающимися, послушайте, скупцы и злодеи. Подобно тому, как те, которые не творят дел милосердия, суть ученики немилосердия, точно так же и те, которые притесняют других, дурно обходятся с ними, вредят им, бьют, ввергают в темницу, хотя бы и невинных, грабят, похищают, порабощают свободных братьев, которые морят голодом рабов своих, оставляют их ногами и беспощадно бьют их, которые беззаконно разграбляют имущество вдов и сирот, обогащаясь на их счет. Все подобные являются чадами немилосердия и учениками его. Ликтострадательный и милосердный Бог повелел прощать наказание даже виновным и недостойным. Что же претерпят те, которые притесняют невинность? Подумайтесь, купцы, чьими друзьями являетесь вы по неразумию? Послушайте, немилосердные, чьими учениками стали вы по собственной воле? Послушайте, мучители, изнуряющие братьев своих, чьими слугами и помощниками являетесь вы? И, узнавши, какой покой, какие дары приготовили они вам там, какие реки, ямы, пропасти, тьму внешнюю скрежет зубов и другие подобные мучения, устранитесь, затрепещите, смутитесь и оставившие это бесстыдное, богоненавистное и брата ненавистное немилосердие, сделайтесь учениками сострадательного и милосердного Бога, всех милующего и всепрощающего. Все вы, ученики и друзья немилосердия, облекитесь состраданием. Пока есть у нас время, научимся милосердию и состраданию, научимся прощать. Вы, которые некогда поступали жестоко, перестаньте, никого не обижайте и довольствуйтесь своим содержанием, заботящиеся о чувственных наслаждениях и немилосердные, облекитесь одеждой и сострадания, как повелевает Христос устами Павла. Вы, строящие огромные дома и собирающие в них все то, что почитается за благо, руками и трудами бедных, не получающих ни пищи, ни платы за труды свои. Вспомните, что услыхал некогда ненасытный, неразумный богач, горевавший подобно отчаявшемуся бедняку и говоривший, что мне делать, у меня нет больших жизней. Припомните тот приговор, который произнес Бог этому богачу, и откройте сокровища ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе сокровища неоскудеваемые на небеси, как повелевает Господь. Вы, собравшие себе неверное богатство к корыстью и неправдою, приобретайте себе друзей богатством, как повелевает Господь, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители. Вы, обижающие, вспомните о том, кто творит суд обидимым, и устрашитесь. Вы, лишающие наемников платы, вспомните о том, кто сказал, лишающие платы наемника как бы проливает кровь. Терахов 34, 22, лишенные живами вопиец, и дошли вопли жнущих на нивах ваших до ушей Господа Саваоха. Бьющие братья, перестаньте, или лучше начнем заушать себя, памятуя тактайшее обвинение тех, которые заушали безгрешного Господа, или обвинение того, кто ударил его, и с сокрушением вздохните, так как часто в брате, которого ты бьешь, скрывается Христос, и ты снова заушаешь его. В самом деле, ведь те, кого мы заушаем, облеклись во Христа, по слову апостола, сказавшего, кто во Христа крестился, во Христа облекся, за них он умер, с ними и заушается. Неужели, слыша это, ты не устрашишься, не вострепещешь, не перестанешь бить слух своих? Неужели, после того, как ты услышал это, не онемела рука твоя? Я, говоря только об этом, прихожу в трепет, а ты, делающий это, должно быть, обладаешь душой какого-нибудь зверя, если остаешься неумолимо жестоким? Разве тебе не возмерится той же самой мерой, какой ты меришь сам? По крайней мере, хотя немного удержись в своем легкомыслии, чтобы не собрать тебе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия. Каждому тогда воздастся по делам его. Но я снова несколько повторю и напомню каждому вообще, что надлежит делать. Жестокие богачи, ежедневно веселящиеся, помните о том немилосердном богаче, которому собственно его жестокость не позволяет перейти той, лежащей перед ним пропасти, которую вырыла ему жестокость, и устрашитесь. Гордящиеся только одним своим девством и исполненные жестокости, не забывайте о неразумных девах, затворяющие сердце свое перед нуждающимися, помышляйте всегда о тех, которые стоят по левой сторону, с великим стыдом преклоняя вниз головы и слышат скорбные слова, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, и устрашитесь, похищающие чужое, послушайте того, кто говорит устами святых, в руку, руку вложил неправедно, не без муки будет у злых, крития 11, 21, и опять я, Господь, ненавидящий ограбление, Исаия 61, 8, и в другом месте, на восхищение не желайте, салом 61, 11, притесняющие сироты вдов, помыслите о том, кто их покровитель и отмститель за них, Бог, Отец, сирот, и судья вдов, сказал Давид, Девственники, превозносящиеся над находящимися в супружестве, помните, что сказал Христос устами Павла, ложа непорочна, разрушающие храм Божий блудодеянием, послушайте, что снова говорит он, блудников и прелюбодеев судит Бог, целующие коварно, помните, не забывайте коварного лобзания Иуды, предавшего Иисуса, воры, послушайте, что сказал о вас Господь пророку Захарии, что ты видишь Захария, и сказал серп летящий, длина его двадцать локтей, ширина его десять локтей, и сказал Господь, это клятва исходящая на лицо земли, потому что всякий вор даже до смерти не отомщен, Захария 5.2, недостаточно ли этого для вас воры, чтобы удержаться от вашего злого пути, или же мне привести еще другие божественные слова, которые отслонили бы вас и осудили, и заставили бы вас покаяться, хоть бы из-за страха. Послушайте же, что говорит еще и апостол, как «И впредь не кради, но трудись своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». И опять «Воры Царствие Божие не наследуют, но довольно вышесказанного о ворах, если они пожелают злопамятные, послушайте, что говорит Петр, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством, но отложивши всякую злобу и всякую клевету, как новорожденные младенцы, живите. Если ты когда-нибудь будучи побежден и поставлен необходимость уступить другому, возненавидишь этого человека, то не дерзай говорить «Я люблю Бога», потому что велико для тебя бремя и осуждение в брата ненавистничестве. Тяжелее всякого бремени и не принимай на себя лжи, потому что ненавидящий брата своего и говорящий «Я люблю Бога» тот лжец, как написано. Сребролюбцы, подумайте, что вы любите по слову апостола, если же этого не знаете, придите, послушайте и я объясню вам, какое зло вы любите, ибо корень всего злого есть сребролюбие. Вы не знаете столь любимого вами чудовища, которое губит вашу душу? Ни один сребролюбец никогда не был человека любив, а кто не человека любив, тот не любит и Христа. 879 Подумайте, насколько бесстыдно и отвратительно корыстолюбие, оно не устыдилось честного и блаженного сонма апостола, перед которым трепещут демоны. Одна тень, из которых изгоняла болезни, а прикосновение к телу исцеляло недуги, под ноги которых были покорены все племена, цари, вельможи и мудрецы. Но, несмотря на все это, оно, бесстыдное, напало подобно разбойнику и льву рыкающему и похитило апостола. И при том из числа двенадцати избранных, славных, верховных, который наравне с остальными одиннадцати не был лишен ни благословения Христа, ни благодатных даров его, которого учитель по своей великой щедрости одарил так же, как и остальных, дав ему дар исцеления и власть над врагом. Мало того, благие незлобивый Господь собственными руками омыл, как и остальных учеников, ноги его подвязавшихся против учителя, какую, думаешь, ты имел он силу, получившую от Бога и владыки всех, власть над демонами и болезнями всякого рода. Я скажу, она превосходила силой всех царей и вельмож и была страшнее всякой власти. Подумайте же, сребролюбцы, чему подвергнемся мы, не обладая никакими славными делами добродетели, подвергла. Если уже такого славного воина серебролюбия, покорив себе как беззащитного и беспомощного, сделала своим пленником. Но что я говорю об апостолах, учениках? Оно не устрашилось самого Господа и владыки всех, но наложило руки на него, продала непродаваемого, обесчестила владыку, достойного всякой славы и почести, подвергла заушением того, перед кем преклоняются все колено и оплеванием того, кого с трепетом чтут небесные воинства. И, наконец, скажу еще более того, предала смерти начальника жизни и животворящего все. Пусть же никто среди людей не хвалится, пусть никто не пребывает непреклонным в своем легкомыслии, пусть никто не осмелится сказать, меня никогда не побеждает страсть. Много раз она побеждала тебя, а ты считаешь себя победителем. Она победила апостола Христова, и ты ей пренебрегаешь. Она сделала пленником вождя, а ты не заботишься и хвастаешься. Смотри, не упади тогда, когда тебе кажется, что ты стоишь. Хочешь, я укажу тебе на скольких случаях ты был побежден, не сознавая этого. Хочешь, я открою тебе, как много делаешь ты дурного и проводишь жизнь, как будто неповинный. Слушай, ты клялся страшным именем Божьим, чего не осмеливается делать и ангелы. Это дурно? Как ясно показал Господь. Ты лгал, это порог. Злословил, значит, был побежден. Сберег которые услышат «Отойдите от меня, проклятые!» Видишь, во скольких случаях ты оказался побежденным и не понимаешь этого. Видишь, во скольких преступлениях виновен ты, и будучи совершенно побежден и жалок, проводишь жизнь в беспечности, подобно победителю и невинному. Ты разве не слышал, что написано «Побеждающий наследует вечное благо, которое ясно изобразил Иоанн в апокалипсисе, повествуя о том, что он видел беспредельную радость, вечное веселье, жизнь с Господом всех, со всеми святыми ангелами и архангелами, рассказав же о многом другом удивительном, наконец, прибавил «Побеждающий наследует это Откровение 21.7». Мы сказали ранее о победе, если вы помните, но ради нерадивых снова скажем, о какой он говорит победе, о той победе, которой победил Господь наш и которую ясно показал нам, сказав «Дерзайте, я победил мир». Слышишь, о какой он говорит победе? Победивший наследует радость. О, какое блаженное наследие! О, жребий преисполнены всякой радости! Много братья нужно борьбы, много трудов, много слез, много молитв и сокрушений сердечного. Какой способ употребить нам, какое изобрести средство, какой найти путь, чтобы не лишиться нам тех предвозвещенных благ, которые открыты были блаженному Иоанну? Кого спросить нам, чтобы он научил нас, как мы можем сделать наследниками этих незреченных благ, которые уготовил Бог, любящим его? Господь, научающий разумению, научит нас, каким образом надлежит побеждать мир. Смело приступим к нему и спросим его чистосердечно. Будем подражать славному сонму апостолов. И подобно тому, как они, приступив к нему, спросили о кончине мира и обо всем, и узнали истину от самой истины, так приступим к нему теперь и мы. Мы, хотя мы недостойны, ничтожны и весьма далеки от достоинства апостолов. Он недалеко отстоит от тех, которые ищут его в истине. Как говорит пророк, Господь близ всем, призывающим его в истине. Скажи нам, Господи, скажи нам, как надлежит побеждать мир. Господи, научи нас творить волю Твою. Господи, направь нас на путь Твой, чтобы когда-нибудь не поглотила нас пучина злого века этого. Господи, Господи, не оставь нас. Господи, кроме Тебя иного не знаем. Господи, помилуй нас, так как мы немощны. Господи, не оставь нас сиротами. Учитель благий, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Послушаем, что Он скажет в ответ на это. Идите за Мною, следуйте по стопам Моим, будьте Моими подражателями, станьте добровольно нищими, чтобы обогатиться по образу Моей победы. Послушайте, что повествует апостол. Ради нас обнищал, быв богатым, смирил себя, быв послушным даже до смерти. Так и всякий, кто хочет победить, пусть смирит себя. Правда, ему надлежит сделать это в большей мере, поскольку он раб. Но если уж он не может этого, то пусть по крайней мере сделает так, как я, владыка. Пусть претерпит гонение, поругание, бесчестие, заушение и заплевание. Кто живет так согласно с истинным исповеданием, тот побеждает мир и получает в наследие естественное Иоанном благо, которых желают видеть ангелы. В самом деле, нет никого сильнее того, кто становится нищим ради Господа. Никто так не страшен демонам, как смиренный. Кто желает победить мир, и то, что в мире, победит высокоумца и гордеца, тот соблюдет заповеди мои, как и я сохранил заповеди отца моего, быв послушным даже до смерти, претерпев поругание, бесчестие, заушение и заплевание. И таким образом он побеждает мир. Этот способ устрашил и обессилен дьявола, сокрушил зубы его, попрал силу и уничтожил власть его. Этим дохвалится хвалящийся, как написано. Хвалящийся брат дохвалится смирением своим. Так как он побеждает мир. Видишь ли высоту смирения? Видишь ли победу бедности? Видишь ли непобедимую силу того, что смиренен сердцем? О бедность, богатейшая всех царей! О смирение, могущественнейшее гигантов! О послушание щит и проща против зла! Поистине напрасно беспокоится всякий человек, который хочет иным образом победить мир. Не заблуждайся, человек! Нет никого сильнее Христа! Но и он сам таким именно образом выступил в бой и победил, научив нас непреодолимому способу одерживать победу. Этим способом он низверг того гордеца. Этим средством он низложил того, кто говорил «я буду подобен Всевышнему». Этой хитростью победил он мир и сокрушил зубы миродержателя, гонимый, преследуемый, подвергшийся поруганием и заплеванию. Видишь ли непобедимое оружие? Видишь ли победу и средство? Видишь ли непобедимую силу бедности для Бога? Видишь ли, как страшен демоном тот, кто облегся смирением? Он, как мы сказали, является подражателем Господа, вожделенен ангелом, чтим апостолами, сопричислен к мученикам, страшен демоном, победитель мира, наследник вечных и нетленных благ. На него никогда не нападает страх, от него бежит в страхе весь легион демонов, так как он видит в нем победителя мира Христа, поправшего их и сокрушившего их ничтожную силу. Восемьсот восемьдесят два. Научившись способу и искусству побеждать, не будем же, дети мои, нерадивы, но будем подражать Господу нашему и, уподобившись Ему по смирению и добродетелям, будем побеждать при Его содействии, особенно же будем вожделять тех благ, о которых так часто мы слышали. Не будем предаваться лености, не дадим сна чьям нашим, чтобы не быть нам побежденными ужасным миродерцем, чтобы он не сказал когда-нибудь, я превозмог его. Смотри же, возлюбленный, не дай дрема невеждам твоим, смотри, чтобы не уснул хранящий тебя. Нечестивые ходят вокруг, противник наш дьявол, как рыкальщина, выщит кого поглотить. Зная это, возбудим, дети, себя от сна, приготовимся к борьбе и опять спустя немного будем готовы к защите. Да коли будем мы невнимательны к словам Господа, сказавшего, будьте готовы, разумеется, к отшествию из настоящей жизни, какой ответ дадим мы тогда, когда судья раскроет книги, никакие либо чуждые нам, которых мы не знаем, но те, которые мы предлагаем вам, которые ежедневно читаем и слышим и которые показывают нам, в каком бы то ни было деле правильное исполнение всякой заповеди. Как мы скроемся от тех, кого мы преследовали, или от тех, кого презирали, или кому причинили много зла, а особенно от тех, которые, стоя вблизи судьи, будут звать, отомсти за нас ныне, Господи! Ты, Бог, отмщения, Владыка! Что же надлежит делать? Скажите, если знаете, потому что, как уже было показано, невозможно избежать рук судьи, и мы знаем, что никто и ничто не сокрыто от него, ведь и самый ад будет обнажен, и все будет открыто перед глазами его. Всякое дело, всякий поступок, добрый или злой, малый или великий, обнаружится тогда перед взором в присутствии ангелов, всех сил небесных и всякой души человеческой. Известно нам и то, что тогда будет каждому похвала от Бога, и что каждый понесет заслуженное им, готовые войдут вместе с ним в вечные обители, перед нерадивым же заперты будут двери. И скажу еще более ужасное, наказание те не имеет конца, но продолжается, как открыто нам, в бесконечные веки. Мы слышали о том, что все мы должны будем предстать присудилищем Христовым во всей наготе своей, чтобы каждый получил по делам своим. Знаем, что суд будет без снисхождения, ежедневно говорим, что он придет судить живых и мертвых, и воздать каждому по делам его, и знаем все, что всякий согрешивший и не позаботившийся о том, чтобы раскаяться, подвергается вечному наказанию. Если же мы знаем хорошо все это, то почему не трепещем? Почему не скорбим? Почему не возбуждаем друг друга последовать спасительному и угодному Богу решению? Придите же все верные и любящие Бога, придите! Соберемся единодушно вместе, а если невозможно, чтобы собрались вместе все пределы земли, то пусть соберется хотя каждая отдельная область, если же трудно, и это, то пусть по крайней мере соберется город со своей окрестной страной, собравшись же в большом количестве и испытаем друг друга относительно того страшного судилища, узнаем сначала, готовы ли мы, рассмотрим по отношению к каждому проступку, какой приговор начитал ему Господь, начертал. Таким образом, каждый, познав свой грех и осуждение за него, исправится, прежде чем распущено будет собрание, если только он не пребудет неисправимым. Ведь если царь не уступает того, что следует ему, но тщательно добивается своего и всякий начальник требует должного, то насколько более потребуют с нас все наши долги, праведный судья. Поэтому умоляю вашу любовь во Христе, пусть никто не уходит отсюда, имея за собой долг. Здесь находится средство оправдания, есть много способов, много путей к жизни, пусть даже многочисленные грехи, но гораздо более их милосердие Божие. Часто мы изъясняли это вам, хотя вполне это и неизъяснимо. Все же опять обращусь с тем же к вашей любви во Христе. Послушаем же внимательно со страхом Божиим и обильными слезами. Неродивые будем бдительны, дремлющие пробудимся, подвергающиеся искушениям возложимся по печени на Господа, так как написано, что Он печется о нас. Соберемся здесь с мыслями, выслушаем доброе правило. Правило спасительное, искусство полезное для души, путь обращения и покаяния, краткую и божественную речь и нелицемерное наставление. Напрягите только, как я сказал, ваш ум, и пусть никто не слушает рассеянно и лениво. То средство, о котором я намерен говорить, приводит на память всем присутствующим всякого рода проступок для того, чтобы каждый из нас, познав свой грех, плакал, вздыхал, исправил грех, приготовился к защите. Я снова хочу напомнить вам о тех печальных и ужасных наказаниях, как я уже сделал это в начале слова. Говоря о них, мы не причиняем вам никакого вреда, но напротив, приносим великую пользу. И, как говорят, частым падением, капля долбит камень. Итак, откуда же начать мне? Какой представлю проступок, какой недуг, чтобы указать соответствующие болезни врачевания? Несомненно, тот, который является самым великим злом. Что же это такое? Без сомнения, это гордость, которая не спроверглась небо на землю деницу. Слушай же прежде всего ты, гордец. Вспомни, что написано. Бог гордым противится, а тринь далеко от себя этот страшный недуг, чтобы не приобрести себе в Боге противника. Вспомни о том, кто не спал с неба на землю, и вместо пребывания с Богом и остальными сослужителями-ангелами пребывают ныне в преисподней в месте мрака и погибели. Помышляй непрестанно о Господе славе, как Он, будучи богат, обнищал. Вспоминай, каким подвергался Он козням, клеветам и заушениям, и в страхе смирись, чтобы получить спасение и быть превознесенным в день посещения, так как близ Господь сокрушенным сердцем и смиряющий Себя превознесен будет. Ставшее в грех блудодеяние, пусть пристанут и более никогда не впадают в него, но пусть вспоминает слова апостола, сказавшего, блудников и прелюбодеев судит Бог. И еще всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. А также блудники Царствия Божия не наследуют. Не забывайте же и о том, кто осквернил блудом брачную одежду и с позором был изгнан царского брачного пира. И покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Прелюбодеи, устрашитель божественного голоса, возгласившего, не прелюбодействуй, и слово апостола блудников и прелюбодеев судит Бог. Вспомните также, что сказал Соломон. Прелюбодей скуда умен. Притча 6.32. Он соделает сам погибель своей души. Послушайте также, что говорит Господь жене прелюбодейный, иди и впредь не греши. И скажу кратко, покайтесь, послушайте, что возвещает апостол, ибо открывается гнев Божий с небес на всякой нечестие и неправду человеков. Вы, мужчины, предающиеся постыдному разврату с мужчинами, вострепещите, прежде чем придет судья, так как вы восстаете дерзко против природы и подумайте о том, какие наказания постигнут таковых, если они не принесут покаяния с великим усердием, соответствующего преступлению. Вспомните, что говорит апостол. Ни праведные царствия Божие не наследуют ни блудники, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Почему же, скажи Павел, впали они в такое тяжкое прегрешение? Так как они не желали иметь Бога в разуме, не заботились. Так как они не заботились иметь то и предал их Бог в возделениях сердца их в нечистоту, чтобы осквернились тела их в них самих. Видишь ли причину ужасного падения? Поэтому-то тот же самый апостол и увещевает, чтобы мы не были походливы на злое и не были рабами страстей. Кто кем побежден, тот тому и раб. Поэтому надлежит непрестанно молиться, непрестанно проливать слезы и скорбеть, чтобы Господь избавил нас от скверных чувствований этого смертного тела. И будем, наконец, стремиться к тому, что действительно вожделенно, во что проникнуть своим взором стремятся и ангелы. Будем же и мы стремиться к этому и усердно предадимся покаянию, чтобы через него сделать и нам столь же непорочными, как были мы до падения. Таково именно свойство, такова сила покаяния этого драгоценного приобретения, что оно снова возвращает кающимся его прежнее достоинство, которое он имел до падения. Я осмелюсь сказать, что некоторые стали даже более совершенными. Понесши множество трудов, пролив обильные слезы, они омылись к верну греха, согласно сказавшему. Омоюсь и более снега убелюся, но необходимо великое усердие, так как мы не знаем, в какой час похитит нас взыскатель, и нет никого, кто бы защитил нас. Вот почему Божественный Голос непрестанно и взывает к нам Будьте готовы. Ты, призванный судить, избегай произносить осуждение, внимая словам Господа. Не судите! И не взысквись бессильного, но вспоминая о Господе сказавшем. И не взирайте на лица, но праведный суд судите. И еще, не осуждайтесь, чтобы не быть осужденными. Если же ты, осуждая другого, сам делаешь тоже, ты не избежишь осуждения Божия. Послушай, как порицает таковых апостолов, говоря, и неизвинительен ты, человек, судящий другого, тех, которые поступают худо, а сам делаешь тоже, таким же судом будешь судим. Как же у тебя другого не учишь себя, проповедуя не крась, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. И так, вынь прежде бревно из глаза твоего, как сказал Господь. Ибо каким судом судите, таким судом будут судить вас. Смотри же, судящий другого, не принимай даров для того, чтобы осудить невинного, потому что написано, горе оправдывающим нечестився из-за даров. И праведного, осуждающий Исаия 5.23. Поэтому, если какой-либо судья признает себя виновным в подобном преступлении, пусть он позаботится скорее покаянием и скупить свою вину, потому что вот судья, судей стоит при дверях. И так, не будем впредь судить друг друга, но будем друг друга любить, друг другу помогать, друг за друга молиться, чтобы за это получить исцеление, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Если кто предан гневу и ярости, пусть послушает, что говорит апостол. А всякий гнев, крик, заречи это будут удалены от вас. И еще, гнев человека не творит правды Божией, а также отложите всякий гнев, ярость, злоб, ухуление, стромословие уст ваших. Особенно же слушай пророка, который увещевает тебя. Перестань гневаться и оставь ярость. Затем и Соломон говорит, с мужем гневливым. Не соводворяйся. Притча 22.24. Таковой человек является не служителем Бога, но рабом владеющего им порока согласно написанному. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. И поспешно отложив гнев, с усердием покайтесь, чтобы вам не быть внезапно перенесенными в то место, где собраны цены гнева, и из которого мы добудем исторнуты благодатью Господа нашего Иисуса Христа, предающиеся объедения и проводящие жизнь свою в роскоши. Послушайте, что с угрозой провозгласил Господь. Горе вам, пресыщающиеся ныне, ибо взалчите. А также и то, что сказал пророк. Ел Яков, насытился и оставил Бога, сотворившего его. Второзаконница 2.15. Видишь ли, как удаляются от Бога люди, предающиеся роскоши, относительно которых апостол, вызывая их неверующими в Бога, сказал, Бог их чрева, слава их сраме. Они мыслят о земном. Послушай далее, как предостерегает Бог через Моисея, говоря, Итак, внимай себе, когда сядешь есть и насыщайся, чтобы не забыл Господа Бога твоего. Второзаконница 6.11. И поспешив оставить роскошь эту мать всех пороков и всякого зловония, воспрями благоухание, то есть воздержание. Это дар Духа Святого. По учению апостола и берегись, чтобы и тебе не услышать подобно тому, утопавшему в роскоши и ненавидевшему бедных богачу этих слов. Ты получил доброе твое в жизни твоей. Притом, непрестанно пребывай в покаянии, которое является основанием нашего спасения, так как мы не знаем ни дня, ни часа, в который придет Господь наш, предающийся пьянству и тем добровольно удаляющий себя от нетленного Царства Небесного, послушайте, что возвещает пророк, горе пьяным, а та же апостола, говорящего, что пьяницы Царствие Божие не наследует. И снова повелевающего, не упивайтесь вином, в котором есть блуд, и оставивши вино, особенно же пьянство, не допускающее нас в Царство Небесное, возлюбите то вино, которое приготовил наш Бог из Священного Писания, вино сокрушения, по слову пророка, и вкушаю его в умиление, покайтесь со слезами, потому что сладостны слова Господа. Возлагающий надежду по неразумии своему на плоть свою, послушайте, что возвещает Бог устами святых. Всякая плоть, как трава, и всякое слово человеческое, как свет на траве. И еще проклят человек, делающий плоть опорой своей, потому что суетно спасение от человека. Поэтому и апостол пишет, чтобы нам надеяться не на себя, но на Бога. 2 Кориншнам 1.9 Подобно тому, как и пророк также говорит, благо есть надеяться на Господа лучше, нежели на человека. Покайтесь, так как идет нелицеприятный судья, чтобы упразднить всякое начальство, власть и силу, и нет ничего сильнее его. Тайные убийцы, занимающие чародейством, наследники места убийц, скрытые волки, демоны во плоти, обитатели преисподней, сыны вечного мрака, дети огня неугасимого, послушайте, что говорит о таковых людях святой евангелист Лука в книге деяний апостольских в следующих словах. Многие же, занимавшиеся чародеянием, собравшие книги, сожгли перед всеми и сложили цены их, и было их на пять тысяч. Пятьдесят Диане 19.19 Видишь ли, скорое послушание и тотчас следующее за ним спасение. Видишь ли, как велики были немощи их, но скорое послушание исправило все. И вы, заблуждающийся подобным же образом и обольщенный разумом, презрением отвергнете от себя столь ужасное и жестокое обольщение, и как бы убегая от змея, поспешите принести соответствующее покаяние, прежде, нежели нас постигнет этот невыносимый грозный приговор и плач. Время близко, не будьте нерадивы. Страдающие ненавистью и завистью этой тяжкой болезни, вспомните о тех завистниках, которые услышали слова «Друг, я ничем не обидел тебя, возьми твое и иди». Куда же это? Без сомнений во тьму кромешную. Отбросьте поэтому и вы от себя эту немощь и покайтесь, потому что страшно впасть в руки Бога живого. Не признающие божественного писания, оскорбляющие Духа Святого, говоривши устами ветхозаветних и новозаветних писателей, что будете делать вы в тот ужасный день, когда вас сядет судья и раскроются книги, от которых вы с презрением отвращаетесь ныне. Куда убежите? Где скроетесь от лица того, кто будет говорить на основании всего божественного писания и представить все священные книги? Горе и погибель постигнет вас, если только вы поспешно предавшись плачу и рыданию, не умолите утешителя Бога, которого вы прогневали. Вы не знаете слов Господа и следуйте писаний. Не знаете, как он называет заблудшими не знающих писания. Послушайте апостола, который называет писание богодухновенным, полезным, словом здравым и исцеляющим священными письменами законом свободы. Послушайте та же, как устами Соломона Дух Святой называет вас нечестивыми в следующих словах. Премудрость и наказание нечестивые уничижат. Притча 1.7 887 Внимаясь сказанному, покайтесь и соделайте себя достойными оправдания, прежде чем придет день Господень. Вообще кратко скажу, всякий человек, который не поспешит исправиться и без исправления отойдет из настоящей жизни, пусть ожидает следующего. Открывается гнев Божий с небес не на тот или другой грех, но на всякое нечестие и неправду человеков. Одинаково как мужей, так и жен. Так как нет различия, все согрешили. Поэтому ты, святой апостол, по благодати ему данной написал также относительно жен, сказавши, жены должны быть честны, служительницы, верные во всем, а учить жене, не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, иметь попечение о доме учить добру, чтобы вразумляли молодых, любили мужей, не порабощались пьянству. И относительно вдовиц он также писал вдовиц чти настоящих вдовиц, истинных, всякую, которая пребывает в молитвах и молениях, если детей воспитывала, принимала странников, умывала ноги святым, если скорбных утешала и всякому делу благому последовала. Равным образом и о старцах, и о старицах говорил дух святой устами святых, и относительно рабов, и господ давал им наставления, говорил относительно царей, воинов, епископов, он не обауцел, молчанием ничего, что может быть полезным, потому что, как сказано, открывается гнев в Божий с неба на всякой нечестие и неправду людей, безразлично малых ли и великих. Я напомнил обо всем любви вашей, для того, чтобы вам известны были все заповеди, чтобы всякое начальство и власть и всякий возраст узнал решение Божьей воли его, знал о его страшном пришествии с неба, об ужасных наказаниях и о том скорбном отделении, и чтобы каждый приложил старание свое к тому, чтобы исправить свою жизнь и уготовить себе оправдания, чтобы не предать себя своей беспечностью и не лишиться неизвеченных и вечных благ. Итак, берегись беспечный оставаться в беспечности, чтобы не быть тебе побежденным весельем и удовольствиями. Смотри, не пренебреги богатством благости, милосердия и долготерпения Божия и не собери, как говорит апостол, на себя гнев в день гнева, обрати же на истинный путь, бодрствуй, будь бдителен, достаточно для тебя прошедшего времени, не оставайся непреклонным в своем обольщении и стремлении к наслаждениям, чтобы не укрепиться тебе в неправде своей. Ты не видишь ангела, который следует за тобой и записывает дела твои? Или не знаешь, что благодаря твоему упрямству и медлительности рана становится более тяжелой, запись бывает более суровой, сильнее возбуждается гнев против тебя. Ты не знаешь, что от частого совершения зло становится трудно преоборимым, подобно тому, как рисунок, будучи легко начершен на доске, стирается без труда, а изображенный глубокими чертами изглаживается с трудом. смотри, не презирай того, кто будет судить тебя, смотри, чтобы тебе упорствуя не совершить беззаконие, не заслуживающего прощения. Вот почему благий утешитель дух заблаговременно утвердил всех относительно всего и напомнил нам обо всем и о том, как блудник изгоняется со стыдом с брачного царского пира, и о том, как пять неразумных дев за свою жестокость не допускается до участия в небесной радости, о том, как тот богач за свое исполненное наслаждение жизнь и жестокосердие сделался наследником ужасного места мучений. Точно так же и другой богач, расширявший житницы свои, собиравший много, но не получивший от этого никакой прибыли, справедливо заслужил обращение к себе безумный. Не безызвестно нам и то, какой приговор услышали поставленной на левой стороне за свою скупость. Вора же Господь назвал убийцей, сказав, вор приходит как украсть и убить и погубить. Это и подобное этому сказал устами святых Дух Святой. Я же напомнил вам и сверх всего этого апостола взывает, берегитесь, чтобы не отрежься от говорящего, но уже довольно будет для нас сказанного. Особенно же для более прилежных благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, устроившего все в предсказанное время для нашего спасения и призывающего нас в свое вечное царство молитвами помянутых святых. Ему же слава и держава со Отцом и Святым Духом, как было в начале, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Продолжение следует...